Добрый вечер, дорогие наши радио... А, нет, пардон, телезрители. Наш репортер Лика Кремер нам сейчас расскажет, куда мы с ней приехали. Это фрагмент записи 1998 года. Мне тут 20 лет. И эта съемка сделана на мою первую в жизни видеокамеру. Я мечтала о камере много лет и, наконец, купила на гонорар за съемки в кино. Мы находимся в Робьеву-Зараду. Вот они, эти горы, вышки вот такие. О, полезли на вышку? Олег. Смерти ты мои хочешь? На этой записи мы с моим другом Петей. Когда у меня появилась, наконец, камера, я пару лет снимала домашние архивы, тусовки, друзей и вообще все, что происходило вокруг. От всего этого осталось две кассеты. И сейчас они лежат в старом пакете из толстого целлофана в ящике со школьными тетрадями, фотографиями и дневниками. Через несколько месяцев, в 99-м году, у Земфиры вышел первый альбом. Именно под этот трек мы с Петей бесцельно наматываем круги по садовому кольцу на маминой шестерке. Пару дней назад Петя рассказал мне, что одного из его друзей нашли спит. А они с этим другом кололись одной иглой. Мы тут же пошли сдавать анализы. Но результаты только через три дня. А пока мы ездим, истерично хохочем, и я обдумываю, как я расскажу все это маме. Привет. Меня зовут Лика Кремер. И это подкаст про зависимость. Я не могла не начать с этой истории. Она про то, как я много лет была уверена и рассказывала об этом друзьям, что в юности я спасла друга от героиновой зависимости. Это история про одну мою любовь, а еще про то, как у меня пропала видеокамера, а вместе с ней воспоминания о том периоде жизни. И сейчас я попробую их восстановить. Я выросла в семье консерваторских музыкантов. И мама, и папа, и обе бабушки. У меня все музыканты. И все пытались учить меня музыке. Но примерно к девяти моим годам стало понятно, что я не очень к этому способна. Родственники от меня отстали, и я отправилась гулять во дворе со всякой шпаной, лазила по заброшкам. В общем, пошла, куда глаза глядят, и смотрела по сторонам, выбирая себе друзей. Со своей первой компанией я познакомилась на даче в Кратово. И вот когда мне было уже лет восемнадцать или девятнадцать, я училась в институте, один из дачных друзей позвал меня к себе в гости в Москве. И там был его сосед и друг детства. Такой в тельняшке, очень симпатичный, со сверкающими глазами, и было видно, что сердцеед. И он как-то продолжительно стал на меня смотреть, но мне было точно понятно, что есть вот такие мужчины, которые смотрят на тебя продолжительно, и это абсолютно ничего не значит. У них просто такая привычка. Они на всех так смотрят. И вот так он на меня смотрел, но мне все равно было приятно. Это был Петя. Так мы познакомились. Дальше прошло несколько месяцев, и я узнаю от своего дачного друга Темы, что этот самый Петя в тельняшке арестован и сидит в бутырской тюрьме, и что ему можно написать. Я понимала, что то, что случилось, как-то связано с наркотиками. Там была какая-то легенда о том, что вот он пошел, и его подставили, или он просто курил, а ему подбросили. Я, к сожалению, не помню подробностей, но я помню, что это даже меня не столько испугало, сколько мне это показалось романтичным. Мне почти сразу понравилась эта идея спасения, помощи, поддержки. О, полезно на большую вышку? Давай с нас, менты, остановимся. Скажем, что мы полчаса назад засняли, как они взятку брали. И у нас завязалась переписка. Я, например, помню, что он писал, что у них в камере завелся котенок, и что это невероятно, и что это всех, кто сидит в этой камере, дико приободрило. И вообще куча какой-то милоты, и у него был еще очень симпатичный и аккуратный почерк, который я отлично помню. А потом произошла какая-то спецоперация по спасению Пети. Его родители продали квартиру в центре Москвы, где прожили всю жизнь, на Патриарших, и переехали на окраину. А разницу они кому-то заплатили, передали, и Петю выпустили из тюрьмы. И он вышел. А это я. Вот он, я какой. Вот он. А это... Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк, и все гангстеры спят. Первое время мы иногда встречались, как-то дружили, были в одной компании. Я чувствовала, что я ему нравлюсь. И в конце концов у нас случился роман. И молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, утекай. Это было в 1998 году. Мы много времени проводили вместе, делали всякие штуки, которые делают вместе влюбленные. Он, например, меня учил водить машину. Причем делал это очень спокойно. Моя мама все время меня ругала. Например, когда мы занимались музыкой с ней, она на один такт была способна сделать мне тысячу замечаний. А с Петей было вообще по-другому. Вот ты едешь, учишься водить машину, а рядом сидит человек, который говорит, да, все нормально, все хорошо. Да-да-да, отлично. Сейчас чуть правее. Ага, очень хорошо едешь. Замечательно. Очень отлично у тебя все получается. И это был очень счастливый опыт абсолютного приятия и восхищения. Вот. Вот они кадры, когда Вика садится в свой Кадиллак. Вот. Сейчас будут супер моменты, как Вика будет выезжать назад. Эти моменты мне нравятся больше всего. Самое поразительное на этих кассетах, это, конечно, саундтрек. Это такое полное погружение в 90-е. Прям слушаешь и понимаешь, что ты там. Ой, Вика, а у нас музыка есть или ее надо ставить? Ставить. Я прочитаю тебе. Доверяешь? Проверять будешь? Лика петь не хочет. Она, наверное, что-то... Она слова забыла. Вот какое все красивое. Мы провстречались примерно два месяца, и я стал замечать, что он себя ведет как-то странно. И чем дальше, тем больше я это замечала, что с ним что-то такое творится, что он то засыпает как-то вдруг, то вдруг как-то очень вял, то вдруг как будто заговаривается. Но это было как-то не очень понятно. Мне казалось, может, он выпил. А потом в какой-то момент его мама или сестра сказали, а что это у тебя опять зрачки какие-то маленькие? И тут в воздухе появилась история про то, что он вообще-то перед тем, как попасть в тюрьму, кололся героином. В тот момент, когда я узнала и поняла, что именно с ним происходит, я сначала стала искать доказательства. У меня вообще очень много каких-то путанных вспышек и воспоминаний, но кадр, как я впервые увидела, как он колется, я отчетливо помню до сих пор. Я захожу в ванну и вижу там его со шприцом и с какой-то книжкой. И он как-то что-то прячет под эту книжку. Вероятно, я к этому моменту уже очень сильно и долго мучилась какими-то сомнениями, подозрениями, потому что я не просто так вошла в эту ванну. И кажется, что вот в тот момент, когда ты ловишь человека на месте преступления, в кавычках тут говорю это, ты испытываешь такой особый вид удовлетворения. Это такой ход мысли, что я тебя поймала, а раз я тебя поймала, то ты сейчас раскаешься. А раз ты раскаешься, то у меня получится все починить. Вот это абсолютно четко то, что преследовало меня потом многие-многие месяцы. А потом стало происходить то, что, кажется, всегда происходит в историях про зависимость. Петя бесконечно испытывал чувство вины, просил прощения, бросал на несколько месяцев или недель, но это никогда ничем не заканчивалось. Однажды он приходит домой зеленого цвета, абсолютно бледный, и говорит, что у его друга Пашки сегодня обнаружили СПИД. Итак, мы оказываемся в истории из начала выпуска. Они с Пашкой кололись одним шприцом. И я думаю, что если у него, то, значит, и у меня. Мы с Петей ездим кругами по Садовому кольцу, слушаем тот самый трек Земфира и пытаемся как-то осознать, что вообще-то ужас. Пока я пытаюсь представить себе эту новую жизнь с этой вот болезнью, проходит три дня, мы узнаем результаты теста, все в порядке. Тест отрицательный. Я продолжала искать способы помочь Пете. Ну, не может же такого быть, чтобы не было такого способа. Помню, как я ездила в дом педагогической книги на углу Камергерского и Малой Дмитровки. Заходила там в какой-то раздел, где были книги про медицину, и в том числе про наркологию, и читала их часами. Но нормальных источников о том, что такое героин, как лечится эта зависимость, и как помочь, не было. Или, если и было, то их было немного. И потом мы переехали в новый район, в новый дом, и там уже впервые все вместе с семейным советом, с его родителями договорились, что мы пойдем к наркологу. И я помню, как мы приезжаем к наркологу, и помню этот диспансер, около метро Филевский парк, и фамилия нарколога была Цветков. Мы сидим в кабинете, и нарколог разговаривает с ним, описывает, как они снимают симптомы ломки, в стационаре, как вообще устроен курс лечения, что происходит потом. И я в этом разговоре активно участвую. И врач такой поворачивается ко мне и говорит, а вы что, тоже что ли употребляете? Я говорю, нет. Я никогда не пробовала. Он говорит, а откуда вы тогда все это знаете? Я говорю, я вам клянусь, я прочитала вот такую стопку книг. Я теперь могу просто вашим ассистентом работать. Ой, что-то я никак резкость поймать не могу. Олег, а ты нам сегодня еще ничего не говорила. Скажи что-нибудь. Чего? Скажи что-нибудь. А, вот так. Мой маленький друг. Терпи морда. Как зовут? Нет, меня зовут Гейша. Как-как? Не знаю. Я еще не придумала. Гейша? Сам ты гейша. А как? И при всей этой одухе мы были очень счастливы вместе. Это были какие-то очень теплые отношения. Наверное, на тот момент никогда ни с кем не было таких теплых отношений. Они были какие-то детские. Мы никогда не ссорились. Мы очень много хохотали. Он был очень нежный и очень обаятельный человек. Мне было в остальном, если можно так сказать, очень хорошо. Петя продолжил ходить к наркологу Цветкову, а я уехала на стажировку в Англию. И мы каждый день, каждый день писали друг другу письма. И вот отрывок из одного такого письма. Боюсь, что ты мне не поверишь, но это уже не мне решать. Я уже вторую ночь не сплю, дико болит спина и колени. Так сильно болят, что лежать не могу, хочется выйти. Плюс ко всему меня постоянно рвет. Еще не догадалась, что это? Думаю, догадалась. Это вторая стадия перекумаривания, которая наступает через недели, две, три после последнего употребления. Ко всему тому, что я написала, еще лезут мысли, что нужна всего лишь капля, и я буду прекрасно себя чувствовать. Смогу спать, есть, ходить и так далее. Это ужасно. Я гоню эти мысли, но они так и лезут, так и лезут, одолевают страшной силой. И по этим письмам я видела сначала, что он не употребляет, а потом, что употребляет. Потому что у него был очень красивый, аккуратный почерк, и вот он этим своим аккуратным почерком пишет, а потом я вижу, что строчка съезжает вбок. видно по почерку, что рука как будто дрожит или расслабляется, почерк меняется, и я сейчас пересматриваю эти письма и ищу вот эти места, где сначала почерк ровный, а потом начинается эта одна, а за ней другая съезжающая строчка. Потом я вернулась со стажировки в Москву. Это был 1999 год, и я обнаружила интернет. То есть он только-только начал появляться. И я нашла объявление о курсах американского документалиста. Он приглашал всех желающих, я записалась и решила снять документальный фильм про наркотики. И я начала что-то снимать, какие-то интервью, вероятно, даже записала какое-то количество разговоров с Петей. Но кроме этого, я помню, что я попросила его сходить на какую-то квартиру, где, по его словам, варили винт. И я хотела пойти с ним сначала. чтобы там поснимать для вот этой своей работы материал. Но он мне сказал, что он не может меня взять с собой, что меня туда не пустят. Но он постарается взять камеру и снять для меня материал. И, конечно, это был последний раз, когда я видела свою видеокамеру. Видеокамера, на которую я должна была снять документальный фильм о зависимостях, была, видимо, продана, заложена в ломбарде. Я не знаю, что с ней случилось. к этому моменту мы встречались уже два года. И у меня уже была накопленная какая-то усталость. Я разуверилась, отдалилась или отдалялась все дальше от него. И вот он перестал употреблять героин. То есть моя миссия выполнена. И оказалось, что он такой непрекаянный человек, что у нас разные интересы. И, в общем, все кончилось телефонным разговором с моей мамой. Я позвонила маме, говорю, все, что-то я больше не могу. И мама очень коротко и спокойно говорит, ну что, приехать тебя забрать? И я говорю, давай. Тема зависит, волнует меня с тех самых пор. И, конечно, все то время, что мы делали этот подкаст, я думала о нем. И думала о том, что же с ним происходит сейчас, как он живет и не написать ли ему. И вот спустя 20 лет я решила найти его и поговорить. Я сейчас что? Ну мне очень нервно. У меня очень много каких-то этих сейчас прикатилось воспоминаний. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Алло. Да, привет. Привет, Лика. Последнее, что я о нем слышала, это что он укололся каким-то неправильно сваренным веществом и ему стало тяжело ходить и разговаривать. При этом героин он вроде бы бросил. сейчас мне что-то очень много, поэтому... Знаете, я сейчас... Я тоже просто очень переживаю. В общем, короче, то, что я написал сегодня, это чудо, потому что я зашел на Фейсбук, потому что я вообще туда не захожу никогда. Вот. И, в общем, я не понимаю, за что тебе неудобно и очень-очень рад тебя слышать. И, в общем, я готов. Хорошо. А еще я знаю, что я просто... У меня какие-то вспышки каких-то воспоминаний, которые я сейчас буду пытаться вспомнить и пытаться тебя расспросить, что ты про это помнишь. И я помню, что я дала тебе камеру, чтобы ты где-то на какой-то квартире что-то поснимал. А, да-да-да. Помню, это люди, которые варенье варили перевинительную. Ну, винт. Ага. Вот. И дальше я помню, что с этой камерой что-то случилось. Не то ее кто-то у тебя забрал. Не то ты ее... Короче, эта камера типа пропала. И про это мы как-то спорили. То есть у меня просто вспышками это воспоминание. Ну, на самом деле тоже вспышками, но вот про камеру я могу на самом деле вспомнить. Я помню то, что я тебе правду сказал, но а что именно это я сказала, я не помню. вот. Ладно, бог с ней, с камерой. Я зачем-то начинаю разговор с этой гребаной камерой, хотя вообще-то собирался расспросить его про другое. Мне казалось, что я тебя обниму или как-то я с тобой побуду рядом и как бы у тебя это пройдет. Ну, какая-то такая у меня была картина. Да, вот я очень хорошо помню это. Мне само казалось, что если ты меня обнимешь, там, не знаю, была и помочь, у меня все пройдет. что-то вот понимаешь, это абсолютно разные вещи, то есть без этого невозможно было для того, чтобы нормально себя чувствовать, чтобы существовать, не знаю, радовать тебя как-то. У меня надо было обязательно колоться. То есть без этого я был больной человек, у меня были сопли, у меня были боли, там, я не знаю, там. А с другой стороны, понимаешь, ты такая грустная, которая меня спалила там. Мне казалось, что ты перестал употреблять кероин, и я помню, что ты мне это говорил довольно убедительно, но что ты пытался перейти на что-то другое. Да-да-да, на это, на мулька, мулька, вот. Это из колдакта, короче, ну, лекарство такое было, помню, и мы взяли гавалифедрин при помощи марганцовки и уксусной кислоты. Но я, видно, что-то не рассчитал там, я не знаю. В общем, у меня что-то с этим, с нервными какими-то окончаниями там в голове произошло. В общем, я стал как-то сначала, одна нога начала подволачиваться, но как-то не чувствовала, что ли. Потом с речью начались проблемы. И после этого ты опять вернулся к героину? Да, я очень хорошо помню, я уколюсь, и как бы нормально, до метро дойду пешком, там вот так все у меня было. А когда не было его, то есть я вообще до туалета шатал, дойти не мог. И Петя рассказал, что уже после нашего расставания он пытался закодироваться. Его мама однажды сказала, слушай, ну посмотри на себя, ты совсем скатился. Я помню очень хорошо, что я тогда посмотрел, на маму мне еще так жалко стало, я позвонил, сказал, что никуда не пойду, идите, все жопы я вообще бросаю. Вот, и, короче, поехал с мамой к Светкову, значит, и там у меня это анастезиолог был, вел мне какую-то лекарство, значит, в вену, вот, и говорит, типа, теперь, говорит, если ты уколешься, ты, говорит, умрешь. Веришь? Я говорю, нет, не верю. Ну, говорит, хорошо, смотри, сейчас, говорит, я тебя введу, ты, говорит, начнешь умирать. Короче, он мне вел наркотик, понимаешь, я все тело, значит, я не имела, ну, как я не имела, она сначала судорога свела его, ну, знаешь, когда ногу сводит, так больно мышца, вот, у меня вот так все тело, значит, свело, и потом, значит, боль отступила, я не могу не пришелить, то есть, понимаешь, я все вижу, все слышу, а не дышать, ничего, не говорить, ничего не могу, вот, ну, и я очнулся. Он говорит, вот так, говорит, будет, говорит, только, если, говорит, уходишься, говорит, а рядом, говорит, не будет ни меня, говорит, ни анестезиолога, так же, присмотри, говорит, ты теперь закодированный, вот, ну, я вышел из-за клиники такой, значит, на среднем проснулся утром, вот, настроение такое, значит, что у меня дрянь было, я помню, очень хорошо, что тебя не было тогда, и поэтому, вот, мне было абсолютно все равно, помру или помру, поехал, замутил, и, ну, кололся. И ничего? Да, абсолютно ничего, я помню, еще даже устроился так поудобнее, в кресле, вот, вытянул ноги, ну, кололся, и нормально. Поймал кайф, и все, снова здорово поехало. И потом я спросил, а как ты все-таки бросил? Не помню, когда это было, но помню, как-то однажды он проснулся, и подумал, что хватит, ну, так просто, ни с того, ни сего. И что, и все, просто подумал, хватит, и перестал, и все? Угу. А было ли тебе плохо, хотелось ли тебе, или что? Было, конечно, плохо, хотелось, конечно. Возможности было, и деньги были, и просто сказал, себе нет еще. Это в каком году было? Тебе сколько было лет? Ой, лихо не помню, сколько было лет. То есть, не страх перед смертью, не там, ну, хотя, наверное, больше все-таки, наверное, стыд, но я не уверена. Стыд перед кем? Ну, как перед кем? Перед мамой, перед папой, перед тобой, перед твоей мамой, перед твоей бабушкой, ну, перед всеми, нормальными людьми, которые к нам человеческому относились, и к которым мы любили по-настоящему. И, кстати, пользуясь случаем, я действительно хочу просить тебя прощения, прощения. Ты понимаешь, я как бы к этому отношусь так, что это все как бы... Я понимаю, просто, ну, просто я хочу прощения всех. Я тебя обнимаю очень и вообще никогда никаких... Ну, в смысле, у меня не было ощущения, что это ты что-то сделал не так. У меня всегда было ощущение, что ты болен и что тебе очень трудно. Ты себя с ними иди тут, давайте себя с ними. А где? Как? Как где-то? Не везешь вверху. А, вот. Вот, а это вот мои. Такие вот мои. Вот такие. Не могу сказать. Нет, вот меня не надо. Я... Ты же знаешь, Лик, я очень стереснительный, очень робкий. Нет! После этого разговора дома я нашла две кассеты от той самой камеры. Несколько дней ушли на их оцифровку и когда я стал смотреть содержимое, то выяснилось, что никакого документального фильма про зависимости там, конечно, нет. Но осталось несколько секунд непонятных кадров в подъезде. Да, вот кто портит стены в подъезде. На них мужчина лет 30 стоит и, кажется, крутит какой-то косяк или что-то такое в руках. А другой снимает его на камеру и смеется. И потом мужчина в кадре сначала тушит косяк об стену, а потом о мусоропровод. Это все, что осталось от той жизни. этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Агарковой, Алиной Белят, Ксенией Красильниковой, Женей Щербиной и Павлом Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер. Пока. Продолжение следует...